Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Мы находимся в аэропорту в Борисполь. У нас очень замечательное настроение, потому что мы летим с Русланой в Турцию. Куда мы летим, я хочу предоставить слово Руслане, чтобы она вам более подробно рассказала. Начинай! В этот раз мы решили полететь в район Фитхие, в маленький городок Алюденис. Мы забронировали отели Сахра, Су, Виллэдж и Спа. Да, правильно. Правильно называется. Он находится прямо в горах, он идет 4 звезды, но на многих сайтах пишут, что это пятерка. Ну, как бы, это спорный вопрос, потому что мы поставили 4 звезды из-за того, что он находится не на первой линии. Но у нас там есть бесплатный автобус, который будет ездить на пляж. Там находится очень красивый пляж, который называется Голубая лагуна. Блу лагун, все правильно рассказываешь. Итак, отель находится прямо в горах. Возле него есть очень много красивых достопримечательностей. Мы их всех обязательно посетим и покажем вам. Также Руслана забыла рассказать, что мы купили этот тур за 680 долларов на одну неделю, на 7 полноценных дней за двоих человек. Также где-то здесь на экране я прилеплю скриншот с Адванта, чтобы вы не писали мне, что я вас обманываю. И таких цен не существует. Я теперь каждую путевку буду прикреплять этот маленький скриншот именно этого тура, который мы купили. Потому что очень много кто пишет, что таких цен не бывает, почему вы нас разводите. Это вообще бред. Друзья, мы в этот раз остановились на такой вот детской площадке. Смотрите, людей нет, детей нет. Мы себя сейчас очень комфортно чувствуем. Сейчас, кстати, уже час ночи. Честно говоря, очень хочется спать. Но у нас столько настроения зашкаливает, что просто невозможно будет уснуть. Хотя я надеюсь, что в самолете мы поспим и выиспимся. Потому что в 7 утра мы уже будем где-то в районе нашего отеля, я думаю, да? Да, мы прилетаем в 5.50 утра. И нам ехать к отелю нашему где-то час-полтора. По-моему, в этом 45 километров. Так что, друзья, совсем скоро уже наша будет посадка. Мы прилетим в Даламан и будем для вас снимать очень мега крутую, насыщенную серию влогов из Турции. Поэтому обязательно поддержите нас лайком заранее. И всем приятного просмотра. Друзья, ходили только что по дьюти-фри. Решили что-то прикупить. Долго думали, что взять шоколадки или какие-то сладости. В итоге взяли, смотрите, за 4 евро такую огромную пачку мармеладок или что это? Желейки. И будем сейчас кушать желейки. И смотрите, мы как детки. Детей нету, только мы с Русланой. Мультик смотрим. Мультик смотрим. Что там за мультик, ты знаешь? Я так не знаю мультик. Я знала то, что был передатник. Передатник была Чиполина. Чиполина. А сейчас непонятно что. Блин, друзья, мы, кстати, с Русланой задумывались в последнее время. Возможно, оформить карточку Приватбанка Платинум. Чтобы находиться в бизнес-залах, там, где есть все включено, есть еда, есть напитки бесплатные. Что там еще есть? Быстрая посадка. Быстрая посадка. Фастлайн. Мы узнали примерно 300 гривен обслуживания в месяц. Этой карточки стоит. Но так как мы очень часто летаем, примерно раз в месяц, я думаю, это нам будет выгодно. Но, опять же, Руслана читала нюансы есть, что, например, надо, как минимум, по-моему, два раза в год можно пользоваться бесплатно. А потом надо уже доплачивать какие-то деньги. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого есть эта карточка Платинум, кто пользуется этими бизнес-залами. Можно ли получить эту карту и каждый месяц ходить бесплатно в эти бизнес-залы, пользоваться фастлайном и так далее. Короче, очень жду ваших ответов. Кто-то начинает говорить на фоне. Ну, кто-то, вы поняли кто. Будем кушать и надеюсь, что совсем скоро эта посадка уже все-таки произойдет, потому что я готов прямо здесь лечь и спать. Дождались мы уже, друзья, своей посадки. Сейчас уже полтретьего ночи. Честно говоря, я уже представляю, какие мы будем убитые по прилету в Даламан. Я помню, когда мы летели в Бодрум целую ночь, я с утра просто два слова не мог связать из-за того, что мы не выспались и просто жестко устали. Я не знаю, как у тебя настрой. Я тоже очень спать хочу. Надеюсь, что мы сейчас уснем, а по прилету проснемся. Я думал, у тебя боевой настрой. А ты все тоже сдаешь заднюю. Короче, друзья, идем в самолет, покажем наши места. Я надеюсь, что мы ляжем все-таки спать. Зашли мы уже, друзья, в самолет. Смотрите, какой большой самолет. Кстати, летим мы от Азур-Эйр в этот раз. У нас места 28. А, хорошо. Сели мы уже с Русланом на свои места. Как вы могли слышать, мне сказали, что съемка запрещена. Ненавижу, когда начинает нести подобного вида ахинею. Поэтому, пожелательно, мягкой посадки совсем скоро взлетаем. Добрались мы, друзья, успешно до Даламана. Даламан нас встретил дождливой погодой. Плюс ко всему, я вам не снимал взлет и посадку, потому что было темно. И сейчас, я так понял, темно. Сколько время сейчас? 6 утра только. 6 утра, друзья. Мы и так с горем пополам пытались поспать. Не знаю, не скажу, что я выспался. Так как дождь, спать хочется еще больше. Сейчас будем идти за нашим багажом. И примерно полтора часа. Полтора? Да, полтора. Сколько километров лучше, скажи? Я не помню точно. Где-то немного. Руслана ничего не помнит, хочет спать. Короче, вы поняли. Через полтора-два часа примерно мы будем уже в Алюденизе в нашем отеле. Заселимся и покажем вам, куда же мы все-таки прилетели. Где будем жить недельку, да? Да, посмотрим тоже. А пока что ищем туалет. Пошли. Пошли. Аэропорт, друзья, в Даламане не сильно огромный. Примерно такой же, как и в Анталии. Смотрите, есть тоже дьюти-фри. Вот эти все люди, которые перед вами. Это, я так понял, с нашего самолета прилетели на всеми любимое все включено. В общем, у нас был большой самолет и полностью весь забит. Все просто любят покушать и выпить. Мне не видно. Короче, друзья, по прогнозу погоды, сегодня до вечера будет дождь. И это, честно говоря, расстраивает. Завтра будет солнечно и 32 градуса. А сегодня весь день дождь. И я даже не знаю, чем мы будем сегодня заниматься. Скорее всего, в первую очередь мы приедем и все-таки выспимся. Потому что если будет дождь, то вообще нет смысла куда-либо идти. И тем более такой, знаете, дождь, прямо ливень обещают. Не такой мелкий, моросящий, а вот прямо ливень с грозой. Короче, пошли, наверное, забирать наши чемоданы. Будем искать Туи, туроператора нашего. И все-таки ехать уже в отель. Смотрите, друзья, какая погодка в Даламане. Идет дождь. Я уже накрылась. Руслана кожухом накрылась. Будем как-то сейчас перебираться. Перебежками, да? Да, побежали. Вот вам, друзья, и Турция. Все приехали загорать. А встречает такая вот дерьмовая погода. Так, идем на стойку регистрации. Где-то тут она уже находится. Кстати, хорошо, что здесь есть накрытие. Вот, походу, там, где все, там и нам надо будет сейчас встать. А Next Tour? Нет. У нас нет Next Tour. А где же наш? Это, Туи, ищи. Идем дальше. Тут Next Tour. У нас просто самолет был от Next Tour, а туроператор Туи. Друзья, приехали мы уже в наш отель. Кстати, полное название отеля. Сахра, Су, Холидей, Вилледж, Энд Спа. Потому что мы, когда были в Борисполе, были сонные. Хотя мы и сейчас сонные. Но уже как-то более ознакомились с названием. И делимся с вами. Смотрите, такая вот огромная территория у этого отеля. Отель находится в горах. Получается, здесь была рецепция. Мы оставили багаж. Что мы там еще? Бумажку вон Руслане какую-то дали. Мы оставили расписание, что когда... Да, нацепили, смотрите, браслетики такие голубые. И мы идем на завтрак. Да, сейчас будем идти на завтрак, завтракать. И после этого возвращаться на рецепцию. Там уже нам дадут ключи от комнаты. Сейчас просто 7 или 8 утра. Доехали мы, кстати, за полтора-два часа сюда. Я думал, будет намного быстрее. Но тут очень много серпантинов. Поэтому дорога заняла целых два часа, наверное, да? Полтора. Полтора все-таки? Я просто такой сонный. Мне казалось, что мы едем два с половиной часа. Нет, полтора часа мы только ехали. Короче, друзья, погнали вместе с нами на завтрак. Посмотрим, чем же здесь кормят. И заодно перекусим. Хотя, честно говоря, аппетита вообще нет. Когда не выспишься, никогда не хочется кушать. Я думаю, вы меня понимаете. О чем я, смотрите. Тут даже нету. Но, я так понимаю, он был. Какой-то магазинчик на территории. Она сказала, ресторан возле бассейна. С левой стороны, по-моему. Короче, друзья, будем сейчас искать ресторан. Зашли мы, друзья, в ресторан. Смотрите, что тут у нас есть на завтрак. Овсяночка, хлопья, молоко. Так. Тут у нас, смотрите, колбаса, сыр. Очень много сыра, масла. Сыр, колбаса, масло. В основном на этой стойке только сыр, колбаса, масло. Это у нас всякие джемы, нутелла, варенье. Смотрите, очень большой выбор. В принципе, впечатляет. Как бы изначально, я думаю, шведский стол будет немаленький. Да, смотрите. Ну, тут мы уже были. Это сыр. Хлебобулочные изделия. Кетчуп. Так, тут у нас что? Основные блюда. Булочки. В принципе, как и везде на завтраках. Еще одни булочки. Еще одни булочки. Это что? Это какая-то пита с сыром. Пита с сыром. Хачапури напоминает, кстати. Напишите, что это. Тут почему-то надписи нет. Так, это у нас сосиски с яйцами и с овощами, по-моему. Это у нас блинчики, друзья. Вареные яйца. Квасоль. Омлет. Жареная колбаса. Картошка фри. Так, тут у нас пусто. Эмпти. Так, пошли еще. Так, тут у нас тарелочки. Смотрите, такой вот ресторан. И вот фрукты у нас. Что тут? Арбуз, дыня, апельсины, сливы, виноград, яблоки. Там оливки. Овощи. Вот помидоры, огурцы. Салат. Зелень. Перец. Что это? Это вишня какая-то. Салат айсберг. Черри, мои любимые. Лайм. Петрушка. Тут у нас, по-моему, тоже оливки. Оливки. Очень много оливок. Я в Турции хоть оливок наемся. Так. И, ну, смотрите, еще я смотрю тут холодильник с водой. Чай, кофе-машина, сок можно набрать. Ну, короче, в принципе, я думаю, очень даже неплохой шведский стол, как для завтрака. Напишите, друзья, обязательно в комментариях. А мы пошли за тарелками и будем что-то набирать. Так, друзья, набрал я скромную тарелочку. Смотрите, взял булочку, колбасу, какой-то омлетик, оливки. Это сосиски, колбаса, черри. Ну, и пару картошек фри решил взять. А я взяла разный сыр вот здесь. Вот тут несколько их видов. Кого черри, какие-то сосиски, жареные сосиски, пинду и булочки. Да, и взяли водички, потому что очень хотим пить после самолета. Надо утолить жажду, чтобы прошло обезвоживание, да. Так что, друзья, приятного нам аппетита. Будем кушать и идти уже, я надеюсь, заселяться. Очень быстро мы с Русланой как-то позавтракали. Минут за пять, наверное. Я хочу вам вкратце показать территорию, потому что я думаю, если мы сейчас прям придем на рецепшн, они еще ничего не успели. И комната вряд ли будет готова, так как еще очень рано. Смотрите, вот, в общем, тут бар и снэк-бар. Людей сейчас нету, тут был дождь. Как вы видите, все мокрое, там только лежаки выставляют. Очень прекрасный вид, смотрите, на горы. Там бассейн и ресторан мы там были только что. И здесь уже, получается, идут виллы и бунгало. Очень красиво, хотелось бы здесь остановиться. Мы можем спросить, сколько стоит. Да, надо сейчас будет уточнить, друзья. Возможно, мы доплатим денег, если не сильно много, и заселимся куда-то в виллу или в бунгало. Я помню, бунгало с бассейном. Ну, понятно, губа не дура. Да. А вот это, я так понял, обычный корпус. У нас номер должен быть в обычном корпусе. Смотрите, прямо там бассейны с вилами. То есть у них личный бассейн у каждой виллы идет. Также вот слева, смотрите, тут очень красивая территория. Красивые цветочки мне нравятся. Они розовенькие и розовые вот даже веточки. Смотрите. Смотрите, какие цветочки Руслане очень нравятся. Да, мне очень нравится. Руслана любит цветочки. Вот, смотрите, друзья, какие здесь номера. Вот хотелось бы в такой номер заселиться. Даже не знаю. Сейчас будем говорить. Возможно, к чему-то договоримся. Я думаю, это будет прикольно. Ну да, мы взяли самый стандарт эконом, самый дешевый номер. Да, который был, потому что пункала стоила аж на 200 долларов дороже. Какой на 200? По-моему, 900 долларов стоило. А мы взяли за 690. А, ну да, на 210. Смотрите, какие здесь красивые бассейны. Даже в пасмурную погоду. Я считаю, что территория очень красиво выглядит. И, кстати, что самое интересное, друзья, здесь очень чистый воздух. Потому что этот отель находится в лесу и в горах. Тут была маленькая такая тропинка, можно сказать, на которой мы сюда подъехали. Тут машины не ездят, трассы здесь нету. Просто, можно сказать, чистота и, не знаю, такой душевная какая-то гармония. Или как это назвать? Ну, типа, спокойствие. Что можно хоть медитировать тут садиться. Давай, садимся. Да, то есть именно идеальное место, чтобы там уединиться. И вообще людей здесь очень мало. Не знаю, может, потому что еще очень рано. Но на завтраке было очень мало людей. Я думаю, вы сами это заметили. Там человек 6 было от силы. Короче, друзья, так вот все выглядит. Смотрите. Очень зеленая дерева. Там тоже, получается, вилла и бунгало. Мы вам еще потом сделаем полный обзор этого отеля. Я думаю, возможно, кому-то будет интересно после того, как мы здесь побываем. Кстати, я забыла еще сказать, что этот отель, он 2012 года, он не старый. А я, кстати, смотрел обзоры и там говорили, что 13-го. 12-го написано в интернете. Ну, как всегда. На одном сайте пишут 4 звезды. Ну, в России нету отелей, которые находятся прямо на первой линии. Только два отеля у них есть. Пятерки, они очень дорогие. Поэтому здесь все отели идут в горах. Я думаю, тут даже лучше. Потому что до пляжа мы и так доехать сможем. А именно такое уютное место найти, это тоже, как бы, не всегда возможно. Там что-то заселяет или что-то ходит. Короче, что будем делать? Идти на рецепцию? Идти на рецепцию будем, да. Пошли мы, друзья. Пожелайте нам удачи. Возможно, мы все-таки сейчас договоримся и заселимся в крутецкие номера. Пока, друзья, шли на рецепцию, наткнулись, смотрите, на еще один корпус. У нас примерно в таких вот корпусах трехэтажных находятся стандарт номера. Также тут есть тоже бассейн. Вот еще один бассейн. Там еще один. Сколько, ты говорила, здесь бассейнов? Пять общих бассейнов. Это общих для всех, да? Да, для всех. И плюс те бассейны, которые возле Вилл. Да, возле Бангала еще пять идут. Да. Короче, очень зеленая территория и много бассейнов. Все, идем. Идем. Друзья, можете нас поздравить. Наконец-то мы уже заселились в наш экономный номер. Да, мы не заселились в Виллу или в Бангала, как хотели. Потому что узнали, что цена за одну ночь, чтобы доплатить, по-моему, она 30 долларов за номер назвала. А мы тут будем 7 дней. И я считаю, что нам нет смысла это делать. Пока что мы поживем здесь в экономе. А там уже будет видно. Возможно, нам что-то в голову взбредет. И мы все-таки поменяем номер на стандарт обширный. Или же на какую-то Виллу или Бангала. Но это уже потом. Пока что мы уставшие, сонные. Нас и так все устраивает. И прямо сейчас я вам продемонстрирую рум-тур нашей экономной комнаты. Смотрите. Получается входная дверь. Тут у нас шкаф. Сейф есть. Тапочки. Вешалки. Вот даже теплое одеяло для Руслана. Я более чем уверен, она будет как всегда мерзнуть. Ну, такой вот шкафчик. В принципе, нормальный. Нам даже нечего туда складывать. И вот, смотрите, наш номер. Это багаж тут наш. И такой вот экономненький номер. Небольшой. Мы привыкли, что у нас номера всегда были очень огромные. А здесь, смотрите, получается двухспальная кровать, кондиционер. В принципе, мы на верхнем третьем этаже. Тут у нас вот телевизор встроенный, плазменный. Набор для чая, кофе, чайничек. Тут у нас холодильник, мини-бар, там вода. Ну, вот такой вот, смотрите, санузел. Получается, вот, раковина. Всё как надо. Ванная. И туалет. Совместный санузел. Есть полотенце. Также есть, смотрите, принадлежности для душа. Получается шампунь, гель для душа. Фен есть. Телефон, как всегда, в туалете. Туалетная бумага. И такое чувство, смотрите, что мы живём на крыше. Мы когда сюда заселились, я боялся, что не будет балкона и будет маленькое окошко. Но балкон есть. Ты не боялась об этом? Я читала, что здесь балконы в каждом номере. Смотрите, сейчас откроем, друзья, и выйдем вместе с вами на балкон. Тут так, конечно, тяжело дверь открывается. Смотрите, такая вот терраса, немножко моросит дождик. Смотрите, какой у нас вид с балкона. Капец, дождь опять начался, друзья. Вид на горы. Я думаю, когда разъяснится, здесь будет очень красивый вид. Живём прямо на крыше, друзья. Блин, надо уходить. Главное, не поскользнуться, потому что плитка, смотрите, всё мокрое очень. Это капец. Так что, друзья, в такой вот стандарт экономный номер нас заселили. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой номер. Мы, наверное, будем отдыхать после длительной ночи, перелёта, переезда. Это было всё очень напряжно. Мы вот позавтракали, и всё. И просто у нас нету сил. Ещё и начался дождь. А дождь, как вы знаете, это ещё более сонное состояние. Потому, скорее всего, мы даже не будем разбирать вещи. А прямо сейчас, вот так вот, как Руслана, упадём на диван и будем спать. Я тоже уже очень сильно хочу спать. Хочешь спать? Что ты скажешь насчёт номера? Нормальный. Нормальный? Нормальный номер, чистенький. А как же вилла? Ну, дорого очень. 210 долларов выходит за неделю. Я думаю, не смысл это плачать. То же самое, как и при броне было бы. А, там на 210 долларов. Да, так же само было. Точь-в-точь, да. Мы же как раз и говорили перед этим. Я, кстати, забыл. Мы же вам даже говорили, что на 210 долларов дороже. И вот сейчас мы посчитали, 30 долларов за ночь доплатить. Это выйдет та же сумма. Хотя, иногда можно договориться в отеле намного дешевле, чем от туроператора. Но, в данном случае, к сожалению, у нас это не получится. А эти 210 долларов мы лучше потратим на что-то более интересное. Куда-то съездим, что-то посмотрим. Может, какую-то экскурсию возьмём, вам покажем. Я думаю, на эти деньги можно сделать намного всего больше и провести интересное время. А мы, друзья, будем отдыхать. Пожелайте нам спокойной ночи прямо с утра. Но надо всё-таки поспать. Вернёмся к вам уже позже, когда проснёмся. Друзья, всем доброе утро. А доброе утро у нас начинается в обед. Потому что, как вы поняли, мы легли спать примерно часов в 9, по-моему. Или ближе к 10. Только что проснулись, только открыл глаза и сразу же взял камеру, чтобы поделиться с вами видом из балкона. Потому что разъяснилось, дождь уже перестал идти. И смотрите, как всё выглядит. Как я и говорил, эту гору громадную стало очень хорошо видно. Даже если бы не вот эти облака, то она была бы вообще полностью как на ладони. Там, я так понял, городок разъяснился. Если я не ошибаюсь, то это сам Алю Денис. Это небольшой городок. Это мы уже позже с Русланой об этом узнаем. И вам расскажем. Смотрите, людей на бассейнах нигде нету. Потому что сегодня всё-таки пасмурно. Перед нами, кстати, я только сейчас заметил, находится амфитеатр. Я надеюсь, перед сном не будут там всякие концерты давать. И дадут нам нормально выспаться. Потому что в Тунисе у нас амфитеатр был прямо под номером. И мы всегда перед сном специально ждали окончания концерта, чтобы лечь спать. Потому что они, по-моему, часов до 11, до полдвенадцатого обычно вечером проводили анимацию. Нас это, честно говоря, немножко напрягало. Будем сейчас собираться, очистить зубы. Хотел сказать, идти на завтрак. Но вспомнил, что мы уже позавтракали. Однакам лёса, друзья, с территории. Делиться всем самым интересным с вами. Пошёл я Руслану будить или что там с ней. Она вроде уже проснулась, но ещё не оделась. Поэтому я не захожу, не снимаю. Вышли мы уже, друзья, с нашего номера. И пока мы спускались, у нас родилась одна интересная идея. Мы думаем, есть ли смысл поменять нам наш номер с доплатой на стандарт. У нас получается экономи-рум. А есть ещё стандарт-рум. Стандарт-рум, они намного обширнее номера. И нам как-то мы поняли, что очень тесно в этом номере. Я не скажу, что он плохой. Что там прямо какая-то жесть происходит. Вы сами видели, какой номер. Но мы привыкли, что у нас всегда за границей с Русланой были в Турции и Египте обширные номера, где можно гулять. У нас вообще в Египте когда-то был такой номер, что, не знаю... Комнатный, огромный. Как будто там, я не знаю, блин, двухкомнатная квартира была прямо целая. А тут как-то, знаете, как будто нас закрыли в замкнутое пространство. У меня аж начинает развиваться какая-то клаустрофобия. Короче, что ты думаешь? Я думаю, сейчас пойдем спросим, сколько нужно доплатить, и мы доплатнее поменяем номер. Да, а ты смотрела на сайте сколько? Вы знаете, на 25 долларов дороже. Когда я хотела бронировать, он тоже был на 25 долларов дороже. Мы думали взять его, а потом он пропал вообще. А, я вспомнил. Он пропал. Но, как вы поняли, у нас не получилось. Так что, друзья, пошли мы на рецепшн. Попробуем сейчас поговорить, договориться. Если будет адекватная цена, возможно, поменяем номер. А в следующем видео вы уже узнаете, поменяли ли мы номер или нет. А если вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком. Напишите свой комментарий. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередные интересные видео. И до скорых встреч. Совсем скоро с вами увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok